Книга «Открытым оком», 6-й том, вопрос 1506, тема крещения. Если в РПЦЗ не крестят обливанием, то есть мочением затылков, как в Московской Патриархии, то значит они признают такое крещение неправильным? А их священники и архиереи все ли крещены сами правильно? И что в РПЦЗ делают с теми, кто к ним переходит в сущем сане? Но эти перебежчики были в Московской Патриархии не крещены по канонам с погружением трехкратным в воде, а, как обычно, лишь мочением волос на затылке. Вы об этом молчите или все же что-то пытаетесь хотя бы говорить вашему руководству? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У нас в нашей книге «К истинному православию» в главе о крещении самым подробным образом это все описано. Что кто бы ни был, если он не крещен трехпогружательно, то он самый настоящий некрещеный. Его нужно крестить, ибо он не крещен. Хотя бы то был сам митрополит. Думаю, что не случайно РПЦЗ не доводит в этом разговоре все до естественной кондиции. Потому что многие и священники, и архиереи с Украины выходцы, Скорпат, и они по католическому обычаю чуть сбрызнуты. Поэтому так льготно и рассуждают, что вроде и такое крещение мочением затылков можно считать настоящим. Вот что говорит нашему епископу Иеромонах Нафанаил Судников. Даже не имея веры в Иисуса Христа. Между тем, читая священное писание, книгу правил и многочисленные рассуждения различных авторов по этому вопросу, «Я никак не могу понять, почему вы так думаете, особенно учитывая претензию РПЦЗ на строгое исполнение канонов. Можно было бы предположить, что вам просто в прошлом году не раз приходилось крестить обливанием без особой нужды, да еще практически неверующих, и теперь этот грех препятствует правильному, с моей нынешней точки зрения, понятию о крещении. Но это было бы неправильно, заподозрить епископа в такой ограниченности взгляда по личным причинам. Поэтому я скорее склонен предположить, что какая-то информация по данному вопросу осталась мне неизвестной. И вы знаете что-то, чего я не знаю. В таком случае, позвольте представить вашему вниманию и суду мои убеждения по этому вопросу». Совершенно очевидно, и мне кажется, не нужно доказательств, что правильным считается крещение, когда оно совершается над верующим в Иисуса Христа, над детьми по вере родителей или восприемников, и верующим именно в Иисуса Христа, а не просто в Бога и загробную жизнь. Плюс к тому, это крещение должно быть внешне совершено полным, троекратным погружением в воду. Обливательное крещение считается правильным только тогда, когда оно совершается на смертном одре и в случае отсутствия воды, страха ради смертного. Отсюда возникают различные варианты. Первое. Человек крещен внешне правильно троекратным погружением, будучи верующим в Иисуса Христа. Второе. Человек крещен троекратным погружением, но не по своей вере, а в младенчестве, по вере родителей, в надежде, что он будет воспитываться в вере. Третье. Человек крещен троекратным погружением в младенчестве, но ради суеверия неверующих родителей. Четвертое. Человек крещен неправильно, обливанием головы или окроплением, но будучи истинно православно верующим в Иисуса Христа. Пятое. Человек крещен неправильно в младенчестве, по вере православно верующих восприемников, и с детства воспитывался в православной вере, с детства исповедовался и причащался. Шестое. Человек крещен неправильно в младенчестве, вовсе не имея православных восприемников. Седьмое. Человек крещен неправильно, будучи совершенно неверующим во Христа, атеистом, язычником или имея псевдо-христианские убеждения, типа мормонов и яговистов и так далее. То есть ни внешняя, ни внутренняя форма не соответствуют православному учению о таинстве крещения. Исторически сложилось так, что православная церковь в России оказалась совершенно не готовой к наступившим переменам в общественной жизни, будучи ориентированной до 1917 года на официозное православие, когда почти все граждане считались православными, а отказ от православия был чреват поражением в гражданских правах. И приспособляя свои обряды к той обстановке, церковь не могла свободно приспосабливаться к новой обстановке при советской власти, не имея свободы и находясь под жестким контролем государства. Не буду говорить о том унизительном, неевангельском положении церкви под властью в кавычках православного государства до 1917 года. Это отдельный разговор. Вопрос стоит в первую очередь о сегодняшнем самоосознании православной церкви, и именно РПЦЗ. Кто вообще является членом церкви? Отвечая на этот вопрос, необходимо сразу же отказаться от православной демагогии, что, мол, это знает только Бог, что Он невидимо отсекает и прививает людей к церкви. Мы говорим о видимом, о том небольшом конкретном суде, который вершит священник, допуская людей к таинствам крещения и причащения. Безобразие экуменизма в московской патриархии заключается отнюдь не в том, что их иерархи заседают в ВСЦ, а в том, что этот экуменизм присутствует на каждом приходе МП. То есть священник не может провести четкой границы, где христианин, а где нет. Крестит всех подряд, демагогически рассуждая, что если бы человек не веровал, то он бы не пришел креститься и совершает таинство над всеми подряд якобы крещеными. Здесь экуменизм не в отношении к иноверцам, а в отношении к миру, потому что невозможно различить, где мир, а где церковь. В РПЦЗ эта ситуация только немногим лучше, так как туда идут в основном те, кто уже имеет некоторые понятия о вере и церкви. Но и там часто возникает неопределенность, как определить человек по вере своей христианин или нет. Или если речь идет узко о вопросе крещения, то во что должен веровать человек, чтобы его можно было крестить. Речь идет отнюдь не о символе веры, так как это легче всего заучить и рассказать. Речь идет о том, что, чтобы быть христианином, нужно ли в первую очередь ясно и твердо осознать, что Христос есть Бог, ставший человеком и умерший для моего спасения, воскресший и зовущий меня к себе. И может ли человек, считающий себя христианином, не знать этого и не уметь этого рассказать четко и ясно? Первые христиане не рассуждали о Троице. Это слово было произнесено только во II веке феофилом антиохийским. Они не знали о символе веры, но все они знали о Христе Спасителе. А теперь, владыка, устройте небольшой экзамен для своих прихожан. Спросите их, в чем суть христианской веры. Сколько из них будут говорить о Христе в первую очередь? Предвижу возражение, что одно дело понимать, другое дело уметь выразить, и человек где может понимать в общем, а сказать не сумеет. Это неправда, если дело касается самых существенных вещей, тем более, если они глубоко пережиты. Знаете ли вы имя своих родителей? Знаете ли, в каком городе вы родились? Знаете ли, в каком учебном заведении вы учились? На эти вопросы ответит каждый. А знаете ли, в чем суть спасения души? Тут начинается разброд. Сказать просто, что в правильной вере во Христа и исполнении его заповеди сможет далеко не всякий православный. И опять повторю, что дело идет отнюдь не об умении выразить понятия в определенной знаковой системе, а просто о непонимании. Дело вот в чем. Подавляющее большинство, в кавычках православных, было крещено, не имея веры во Христа. У многих была вера в Бога. У некоторых суеверие, у некоторых вовсе никакой веры. Для крещеных внешне правильно, троекратным погружением. Понятный обряд можно не повторять, просто проповедовать им о Христе. Если уверуют, то после испытательного срока присоединять их и к церкви. А если не было не только веры, но и внешне правильной формы крещения, а была позорная профанация, обливание затылка, о каком крещении может быть разговор. Нигде у святых отцов, ни в канонах, ни словом не говорится о том, чтобы признавать такое крещение, если оно совершалось без крайней нужды. А нужды-то не было в 99,9% крещений. И советская власть тут ни при чем. Не помешала же она ни староверам, ни баптистам крестить только полным погружением. Налицо обыкновенная подделка, происходящая сами знаете откуда. Мы можем взломать двери чужого дома и начать вытаскивать чужое имущество, если начался пожар. Но если мы начнем каждый день этим заниматься без пожара, оправдываясь, что во время пожара мы это делали, и никто нас не осудил, то нас все равно посадят в тюрьму. С обливательным крещением сегодня происходит точно так же. Основываясь на том, что таковое признается за действительное, если оно совершалось над недвижимым, продолжают признавать такое, если оно совершалось без нужды. Хотя у святых отцов речь идет о принципиальном значении именно погружения. Это будет приведено ниже. Владыка, я знаю, что вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что сегодняшнее состояние православия в России нельзя назвать иначе, как подменой и прелестью. Речь, конечно, идет о московской патриархии, но между прихожанами МП и РПЦЗ нет принципиальной разницы, как правило, если только небольшая разница в нравственных установках и часто в идеологической непримиримости с ересями. Но обычно ни у тех, ни у других нет осознания главного момента православной веры, веры во Христа. И, к сожалению, ни те, ни другие не любят читать и изучать Евангелие. Я уже не говорю о всем священном писании, а ведь у РПЦЗ есть уникальная возможность быть качественно другой церковью, именно церковью, а не проходным двором. Для этого, например, переход в РПЦЗ должен быть сопровождаем качественными переменами в человеке. Владыка Виталий, насколько мне известно, в частной переписке высказывался о том, что Россия должна быть крещена заново. Мы должны с этим согласиться, иначе и быть не может. Перекрещивание обливанцев не есть что-то новое. Далее я процитирую документы, чтобы не быть голословным. Признавая такую поруганную форму крещения за совершившееся таинство, мы становимся на одну доску с московской патриархией, которая, как правило, преступно-небрежно относится и к внутреннему содержанию, и к внешней форме совершения таинств. Лишь бы это приносило доход. Но главное, конечно, это проповедь и научение вери во Христа по Евангелию. Здесь возникает еще одна проблема. Ведь многие из паствы РПЦЗ лишь облитые. А если они священники, что делать? Перерукополагать? Или закрыть глаза и делать вид, что проблемы нет? Хотя как просто это все разрешить? Дошел до речки, погрузил, и вся проблема снята. Нет, нет, это нельзя, это запрещено. Второй раз крестить? Второй раз не может быть вторым, если не было первого. И запрещение в 47 апостольском правиле крестить по истине имеющих крещение отнюдь не касается тех, чье крещение порогано нерадивыми попами. То есть то, первое крещение не было внутренним рождением свыше, не родился новый человек, не перевернулась его жизнь, да и внешний обряд был совершен неправильно, вопреки канонам, поэтому крещение должно быть совершено как положено по учению церкви, если, конечно, к этому моменту человек истинно верует во Христа. В Священном Писании, Марка 16, 16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Иоанна 3, 5. Иисус отвечал «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Блаженный Феофилак толкует «Три погружения – знак тридневного погребения». «Человек воскресает, выныривает, как Господь, нося светлую и чистую одежду не тление, а тление погрузив». Апостольское правило 50. «Аще кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого действия, но едино погружение, даимое в смерть Господню, да будет извержен. Ибо не рек Господь «Смерть мою крестите, но шедше научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Матфея 28, 19. Это правило епископ Никодим, Милош, толкует так. В этом правиле предписывается совершать крещение посредством троекратного погружения крещаемого в воду. Причем духовное лицо, не совершающее таким образом крещение, должно быть извержено из своего сана. Употреблять при крещении вместо погружения обливание строго воспрещено. Кроме случаев болезни, церковь строго следила за тем, чтобы крещение в обычных случаях совершалось только через погружение, а не через обливание. Так что воспрещало даже принимать в клир лиц, не крещенных, вследствие каких-либо исключительных обстоятельств через погружение. Правило Неуки Сарийского собора 12. Впрочем, православная церковь не отрицает крещение совершенного через обливание, так как этим еще не уничтожена сила таинства. Но допускает его только в исключительных случаях. В толковании 47-го апостольского правила мы видели, что вследствие некоторых исторических причин в 17-18 веках в греческой и русской церкови было предписано перекрещивать римско-католиков, переходящих в православную церковь. Эти предписания мотивировались, между прочим, и тем, что римско-католики крещены обливанием, а не погружением в воду. В следствии чего крещение их считалось еретическим и стало быть недействительным. Правда, позже католиков стали принимать через миропомазание, но отнюдь непонятно почему. Нужно только заметить, что большое значение в русской церкви стали занимать епископы, выходцы с Украины, часто получавшие богословское образование в католических учебных заведениях. И, вероятно, некоторые из них сами были крещены обливанием, распространенным в те времена на Западной Украине и Белоруссии. Вот интересный документ о практике греческой православной церкви, который приводит епископ Никодим Милош в толковании к 95-му правилу Трульского собора. Между средствами, которыми мы удостаиваемся спасения, первое место занимает крещение, переданное Богом святым апостолам. Так как три года тому назад поднят вопрос о том, надлежит ли признавать крещение еретиков, обращающихся к нам, раз это крещение совершается вопреки преданию святых апостолов и святых отцов, а также вопреки обычаям и постановлением кафолической и апостольской церкви, то мы, воспитанные по милости Божией в православной церкви, хранящие правила святых апостолов и божественных отцов и признающие единую нашу святую кафолическую и апостольскую церковь и ее таинство, между которыми и божественное крещение, и, следовательно, считающие противным всему апостольскому преданию, и как произведение развращенных людей, все то, что происходит у еретиков, и что не совершается так, как заповедано Духом Святым и Апостолом, и как это совершается ныне в Христовой Церкви, общими постановлениями отметаем всяческое еретическое крещение, а посему всех еретиков, к нам обращающихся, принимаем как неосвященных и не крещенных, причем мы этим следуем прежде всего Господу нашему Иисусу Христу, заповедавшему своим апостолам крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа, далее следуем Святым Божественным Апостолам, установившим троекратное погружение с произнесением при каждом из них одного имени Святой Троицы, затем следуем Святому и равноапостольному Дионисию, который говорит, что оглашенного, когда совлечена с него вся одежда, надлежит крестить в купальне, бане, с освященной водой и елеем, призывая три ипостаси Всеблаженного Божества. И вслед за этим помазать боготворным миром, равно удостоить спасительной Евхаристии, наконец, мы этим следуем Второму и Пято-шестому Вселенским Собором, предписавшим считать некрещенными всех, обращающихся в православие, не бывших крещенными через троекратное погружение, при каждом из которых призвалось бы имя одной из божественных ипостасей, окрещенных каким-либо иным способом. Держась этих святых и божественных установлений, мы считаем достойным осуждение и отвратительным юридическое крещение, так как оно не соответствует, а противоречит апостольскому божественному установлению. И есть не что иное, как бесполезное, по словам святого Амросия и святого Афанасия Великого. Умывание, оглашенного вовсе не освящающее и от греха не очищающее, вот почему всех от еретиков некрещенно-крещенных, когда они обращаются в православие, мы принимаем как некрещенных и без всякого смущения крестим их по апостольским и соборным правилам, на которых крепко покоится Святая Христова Апостольская и Кафолическая Церковь, общая Матерь всех нас. И этим общим нашим судом и письменным изъявлением подтверждаем это наше постановление, согласно с апостольскими соборными постановлениями и утверждаем нашими подписями 1756 год. Не знаю, как сейчас, а в начале 20 века эти правила еще действовали в греческой церкви. Вот как сказано в Пидолеоне «Латиняне не крещены, не крещеные, так как не совершают прикрещение троекратного погружения, так как это с самого начала передано Православной Церкви от святых апостолов». А вот интересная история, рассказанная епископом Никодимом в толковании к восьмому правилу Седьмого Вселенского собора. Во время Патриарха Луки 1156-1169 годы пришли в Константинополь некоторые из турок, заявляя Патриаршему Синоду, что они христиане, ибо в детстве были крещены в своей земле христианскими священниками. На вопрос же, как это могло случиться, когда они следуют Мухаммедову закону, отвечали, что существует у них обычай крестить своих детей, у православных священников потому, что, по их мнению, во всяком новорожденном ребенке находится злой дух и смердит, как собака, пока не получит христианского крещения. Из этого собор заключил, что крещение, требуемое у христиан неверными, ищут последнее не с добрым православным намерением, но ради телесного лечения и не как средство, которое очищает от всякой душевной скверны, просвещает и освещает человека, но как некое лекарство и чародейство. Таковое крещение совершенно естественно сенот патриарший не мог признать правильным и потом определил, чтобы те турки, буди, пожелали бы, были вновь крещены. Решение свое этот сенот обосновал обосновал по аналогии на восьмом правиле седьмого вселенского собора. Владыка, обратите внимание, эти дети были крещены полным погружением, но ради суеверия и признаны некрещенными. Что говорить о тех русских детях, которые в большинстве своем были крещены ради суеверия, но даже внешне неправильны. Любопытно, что когда начинаешь беседовать со священниками о крещении, то они, защищая свое беззаконие, часто ссылаются на то, что ведь святые отцы крестили даже песком в пустыне, но при этом, как правило, не могут сказать, откуда они это взяли. И приходится им объяснять, что про крещение песком они могли прочитать в Лиге Духовном, глава 176, страница 206. И крестили там не святые отцы, а монахи, но умирающий еврей был крещен песком, и по этому крещению сопутствовало явное знамение Господне, так как он сразу окреп и смог дальше продолжать путь по пустыне. Но придя в город, они донесли о случившемся епископу Дионисию. Собрался собор и рассудил об этом деле, что, несмотря на явное знамение, крещение должно быть совершено заново, так как установили святые апостолы, и еврей был крещен теперь водой, как положено. Похожая ситуация возникает с верующими, которые были крещены окроплением. Впоследствии, став верующими, они говорят о явном содействии Божьем, что они не могут похулить Духа Святого, действие Которого они явно осознавали в Таинствах. И, раз они все-таки пришли к Богу, то это благодаря тому, что некогда им помочили голову священники. Приходится объяснять им, что они пришли к Богу отнюдь не благодаря этому, а вопреки по милосердию Божьему, которое проявляется несмотря на преступления священников, и теперь им должно принять истинное крещение. И тут уместно бывает вспомнить о том, что призывающая благодать Божия проявляется еще до крещения и уверования в жизни человека, Феофан Затворник, что бывает она проявляется и при неправильном крещении, как с евреем в пустыне. Бывает, что даже человек получает благодатные дары Святого Духа во всей полноте, то есть принимает крещение Духом, но после этого все-таки должен креститься водой в случае с Корнилием Сотником Деяния глава 10. Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа? Деяние 10.47. Поэтому правильное крещение будет не хулой на Духа Святого, а исполнением его повелений в Писании и канонах церковных. Ответ на поставленные вопросы, как мне кажется, принципиально важен и не должен быть решаем на свой страх и риск каждым священникам, но должен авторитетом епископа и даже собора епископов приведен в первоначальное соответствие со священным писанием и апостольскими правилами. И никакая традиция даже давняя не может быть оправданием отступления от слова Божия. Прошу извинения за пока не полный недостаточно обработанный материал. Меня просили, чтобы я его подал в виде готовом к печати, чтобы, может быть, принести пользу и другим, и чтобы, мол, у вас появилось желание отвечать на четко поставленные вопросы. Но у меня, признаться, нет сейчас достаточно времени. Между тем, эти вопросы очень важны не только для меня, но, надеюсь, и для вас также. Очень жду вашего мнения по этим вопросам. Если, конечно, вы найдете возможность ответить или по электронной, или по обычной почте. Иеромонах Нафанаил 5 мая 2003 года. Христос воскресе! Дорогой отец Нафанаил, мне очень трудно отвечать вам по той причине, по какой очень трудно писать. Для мусорного ящика это в лучшем случае и в худшем для глумления. Заранее твердо зная, что противоположное мнение отстроено и нисколько не дрогнет, нисколько не уступит. Аргументировать самый сильный аргумент Библия уже приспособлен и обкатан в защищении вашего мнения. Те же самые тексты читаются с разным акцентом. И все уже довольно для бесполезности полемики. То же самое и каноны и святые отцы. Свое подчеркивание, свой акцент, своя расстановка важности и к этой расстановке своя сетка логических умозаключений. Все тупик любых переговоров. Предполагается только монолог. В эту систему диалог не вписывается. Приговор православию, к которому принадлежу я, мне уже известен. Опыт, аргументация, основа на Библии, каноны, соборы, авторитеты православия отвергнуты, я не в силах и не в желании мыслить вне православной традиции, преемственной церкви, отвергаемой школой Игнатия Тихоновича. Вы мне предложили заняться вопросом, на который я потребовал ответа сразу же, как только стал епископом, о необходимости и допустимости перекрещивания обливанцев. Результат полученного мной ответа от собора епископов я сразу же передал Игнатию Тихоновичу. Больше я к этому вопросу не возвращаюсь. Конечно, мне не очень уютно чувствовать такое положение, когда в любой момент все сторонники школы Игнатия Тихоновича могут объявить меня еретиком и отказаться от общения. Но я уважаю его за исповеднический огонь, за резкое слово укора и обличения, за искренность. Мне часто приходится и защищать Игнатия, а вот в спор с ним вступать не собираюсь. Убедился в невозможности. Лукавый его прельстил так полюбить свое, что он поставил в пьедестал своего всю Библию. И теперь для него есть ли даже ангел с небес против анафема. Я не ангел, потому надеюсь, что только Бог вразумит и найдет возможность спасти моего друга, мою поддержку и пример для подражания во многом. Только Бог, которому я возношу свою слабенькую молитву, которому служу по оплеванному традиционному преемственному обряду моей православной церкви, во главе которой Христос. Я благодарен и вам, и Игнатию за ваши молитвы, но полемика простите невозможно. Оставьте, простите с любовью о Господе. Епископ Евтихий, 18 мая 2003 года. Ответ. Дорогой владыка Евтихий, мир вам, Христос воскресе! С первых строк письма мне сразу же хочется попросить у вас прощения. Если какие-то слова моего письма прозвучали как нападки или призыв к полемике, простите. Письмо было написано мной только с одной целью услышать мнение епископа и даже собора епископов о приемлемости обливательного крещения. Это мнение мне мало знакомо. Тот ответ собора, который вы давали Игнатию Тихоновичу, о котором вы говорите мне незнаком, опыт, аргументация, основа на Библии, каноны, соборы, авторитеты, православие, об обливательном крещении, которые мной будто бы отвергнуты, мне незнакомы. Даже более того, мною приемлем подход к церковным вопросам с позиции так называемой экономии, если не затрагиваются догматические, основополагающие принципы христианской веры. Но эта экономия должна быть взвешена, продумана, обоснована, испытана в своей эффективности для приведения душ ко Христу и истинной православной церкви. Это не должна быть экономия, попускающая в силу привычки, традиции и равнодушия. Владыка, мне очень хочется об этом узнать от вас или от кого-нибудь другого. Игнатий Тихонович к моему письму никакого отношения не имеет. Единственное, я показал ему это письмо уже после написания. Некоторые документы и аргументы, приводимые мной, ему просто неизвестны. Дорогой Владыка, ваше преосвященство, сказав, что вы твердо знаете, что противоположное мнение отстроено и нисколько не дрогнет, нисколько не уступит. Вы меня очень огорчаете. Я тем более буду огорчен, если такое впечатление создалось из моего письма. Я излагал свою точку зрения и, естественно, излагал убежденно, иначе грош цена моим словам. А вы фактически ставите на мне крест, как бы сказав, что с тобой разговаривать бесполезно, потому я и разговаривать с тобой не буду. Я понимаю, что вы должны быть крайне заняты. Вам катастрофически должно не хватать времени для бесед с каждым малограмотным желающим. Если бы вы просто сказали, что у вас нет возможности мне подробно ответить, я понял бы и извинился за беспокойство. Дорогой владыка, я не сторонник школы Игнатия Тихоновича. В РПЦЗ я пришел не к Игнатию Тихоновичу и не в крестовоздвиженскую общину. Дорогой владыка, я просился в духовное общение с вами и с синодом РПЦЗ как церковью, не подчиненную безбожникам и не имеющую отношения к ереси и к куминизму. Более того, жить в Барнауле рядом с Игнатием Тихоновичем я был вынужден только из-за его уговоров помочь ему с изданием книг. Ваши настоятельные рекомендации быть там и вашему прямому благословению на труды по изданию его книг. Поэтому с вашей стороны владыка неблагородно упрекать меня в том, что как сторонник школы Игнатия Тихоновича я готов в любой момент объявить вас еретиком и отказаться от общения. Разве я дал вам какой-нибудь повод к этому? У меня и мысли не было предлагать вам полемику с Игнатием Тихоновичем. Хотя с ним я согласен во многом, но только потому, что он четко и ясно излагает свои взгляды, подтверждая их священным писанием, канонами, учением святых отцов, церковной истории и очень-очень много об этом говорит. И более того, я нахожу этому подтверждение в других местах, которые ему неизвестны. Вот и приходится использовать Библию канона святых отцов со своими подчеркиваниями, своими акцентами, своими расстановками важности и своей сеткой логических умозаключений человека прельщенного лукавым за неимением других акцентов и умозаключений. Владыка, ведь я даже не знаю вашего имени, вашего мнения, а ваше отношение почувствовал из одной оброненной вами фразы. Не знаю позицию синода по этому вопросу. Между тем, я допускаю, что эта позиция богодухновенна, основана на священном писании и священном предании, приводит к любви ко Христу, подталкивает к ревностному и бескомпромиссному исполнению христовых заповедей. Но я ведь этого не знаю, даже если я ее не приму, владыка, но кто-то же может быть будет тронут благодатью вашего подхода к этим вопросам. Мне много приходится беседовать и со священниками, и с прихожанами, и московской патриархии, и русской православной церкви за рубежом, и с неверующими, и не все склонны оплевывать традиционный преемственный обряд православной церкви. в чем вы нас укоряйте. Так может быть, им бы была какая-то польза, они бы укрепились в той позиции, которую вы считаете более угодной Христу, более праведной, правильной, более благодатной. Поэтому, владыка, мне было очень неприятно получить от вас такую пощечину, хотя, судя по всему, она предназначалась не мне, а Игнатию Тихоновичу. Надеюсь, что когда-нибудь наши богословские изыскания продолжатся на более конструктивном уровне для нашего общего спасения и спасения нашей Родины. С любовью о Господе, смиренный послушник вашего преосвященства иеромонах Нафанаил 23 мая 2003 года. Христос воскресе, дорогой о Господе отец Нафанаил. Владыка Евтихий в настоящее время находится в Тюмени в областном кардиологическом центре, куда его увезли из-за серьезных проблем с сердцем. Они нарастали в течение последнего года и приняли в конце концов острый характер. В настоящее время наряду с лечением диагностированных прежде ишемической болезни и гипертонии ему проводят более тщательное обследование сердца. Сколько времени пробудет он в больнице неизвестно. Я в курсе вашей переписки. По просьбе Владыки перепечатывал его письмо вам. По понятной причине я не стану спешить с передачи вашего письма. Да и сделать это непросто, поскольку он в Тюмени, а я в Ишиме. Не мое дело давать совету священнику. Мне кажется, что спустя некоторое время большинство ваших вопросов снимутся сами собою, если ваша подпись под письмом не просто обычная дань принятой форме, а действительно ваше самоощущение, которое должно выражаться в соответствующем поведении. Простите с любовью о Господе Петр Земляных. Дорогой Петр, Христос Воскресе! Прошу по возможности передать письмо Владыке. Ваш совет принят, но мне очень не хочется, чтобы было так, как вы советуете, то есть, чтобы вопросы решались сами с собой без участия блюстителя церковного учения. Епископ греческое блюститель. Когда я был смиренным послушником епископа Антония Масендича Московской Патриархии, то у меня было очень много вопросов, но ответов на них мне никто не давал, кроме одного «Смиряйся, делай, как говорят». Потом эти вопросы разрешились сами с собой таким образом, я просто понял, что мои начальники глубоко равнодушны к этим вопросам, они не честны, и спасение человеческих душ их нисколько не волнует. пренебрежения пренебрежения к канонам характерны не только для Московской Патриархии, но и для РПЦЗ, хотя и в меньшей степени, и хотя я это сознаю, но очень не хочется, опять же, чтобы православное учение я извлекал бы из творений святых отцов самостоятельно, а от церковной власти, которая призвана в первую очередь учить, получал бы только одергивание, не твое дело, твое дело слушаться, а также обиженные обидные письма в ответ на вопросы о несоответствии церковной практике свято-отеческому учению. А зачем тогда нужен епископ, если он не учит православной вере, если он не подтверждает свои слова священным писанием и канонами? Быть администратором? Без администратора мы как-нибудь обойдемся, а вот без апостоль преемника никак, поэтому я буду счастлив, если когда-нибудь получу от владыки апостольское послание, исполненное духа и силы, 1 Коринфянам 2,4, пропитанное священным писанием, направленное на распространение и укрепление истинной православной веры. Примите и от меня совет, побольше давайте советов священникам, от этого большая польза и им и всем людям, но разумеется, советы должны быть по писанию, а не от себя. Сирахова 21. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. Левитам 19,17. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Притча 19,25. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. Если обличишь разумного, то он поймет наставление. Притча 27,5. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Притча 28,23. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Языки 3,20-21. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Благодарю за заботу и терпеливо жду отклика владыки иеромонах Нафанаил 24 мая 2003 года. Дорогой о Господе отец Нафанаил, мне нечего добавить ни к тому, что уже написал сам, ни к тому, что вы написали в ответ. Письма ваши я передам владыке, но не раньше, чем он совсем поправится. С уважением, Петр Земляных. После этого никаких писем не было. Они идут, и как им не прийти, вылазят, расширяются повсюду, меняют, приспосабливаясь, стиль, под Каяфу, Каина, Иуду, угар, сорняк, моль ржавчиного рьё, неистребимы, искони, тлетворны, энцефалитной крысой, тифозным комарьём, влекут к погибели и к вечному позору. Когда работники уснули поутру, под зноем саппохмелья задремали. Враг-человек засеял всё вокруг, разбрасывая оптом и по-малу. Работники попы, архиереи, прорвавшиеся в проявительство сенот, не поле брани, першества в постели и надо всеми разжиревший кот. Лже про славию кричу, раскройте уши, глаза протрите и стряхните сон, вооружитесь, заряжайте пушки, да предводительствует нами Гедеон, святоотеческим нетленным толкованием, блаженного умом Феофилакта, сокрытое и тайное в Писании, на харизматов драные заплаты, канонами соборами огонь, ревностью спасения по врагу, возлюбленные боевые кони, не спотыкайтесь в битве на бегу, сектантскому напору мудрованием, настырности и лжи еретиков, противостать божественным Писаниям, на спорное ответ всегда готов, они идут лавиной на Россию, всепожирающим затмением, саранчой, остановить их может Бог Всесильный, помолимся об этом горячо. 11 мая 2003 год Игнатий Лапкин Продолжение следует...